Вот насмотришься этих ваших ютьюбов, потом в доме целые, скорее, крысы заводятся. По-моему, это всё-таки получился большой крыс. Если узнав, что вы решили повязать, вам тоже прислали такой мемас, просто посмейтесь. Действительно очень занятное развлечение, даже с маленькими и очень маленькими детьми. Времени немного, а настроение поднимает очень круто. Вязала под видео с ютьюба, где вязальщица проговаривала, что она делает. Потом сама вязала почти без быстрой перемотки. Со схемы я сбилась. Для меня внезапным оказалось сообщение, что мы связали последний ряд, и надо набивать игрушку. Но синтепон есть, форма, если... Ну, мышь с ожирением. Да, со схемы я сбилась, но будет. Мышь состоялась почти крючком 4,5. Пряжа трикотажная с фикс прайса. Совершенно точно подойдёт для каких-нибудь летних сумок. Ещё встречу куплю ещё. Ева помогает набивать мыши. Вон тот кусок тоже. Бери, засовывай. Не, один там у нас забираю. Ну, мы сейчас ещё возьмём, у нас синтепон ещё есть. На, суй. Андеряш, дай нам ещё кусочек синтепона, пожалуйста. Мам, ты можешь отнять? Отняться. Что? Просто отнять? Нет, это нехорошо. Так, если ты его в рот не брал, Андрей, это в рот нельзя. Нельзя. Так, дырку я завяжу просто. Ну, и не страшно, что основательно сбилась схема. И в середине у меня вместо 16 петель получалось 28. Увязала заднюю часть мега-мыши, так как мне подсказал опыт вязания мочалок с мылом внутри, с ароматными травами и прочего подобного, что я вязала уже в сознательном возрасте было дело. Сейчас будем соображать отделку. На отделку пошли помпоны, завалявшиеся в хозяйстве с детства моего старшего какую-то поделку. Мы тогда из них делали глазки, перманентный маркер, плюс немножко вывела нить, которой ушки и носик пришивала. Носик, кусочек очень занятной пряжи, обнаруженный мной, когда я предприняла рейд в ближайший магазин рукоделия, посмотреть, а почём там крючки и прочее. И обнаружила контейнер, где всё по 100 рублей. Там маленькие моточки, видимо, последние. Так что у нас намечен план, как дальше будем развлекаться подобным образом. Не дрейфьте, если думали вспомнить, как вязать или начать с нуля с ютубом. Это реально очень просто и занятно. Всем прекрасного лета и творческого вдохновения. Редактор субтитров А.Семкин